Приветствую друзья! В этом ролике я хотел бы показать вам удивительное творение современного инженера Дэвида Линдоу. Это скользящий упор, построенный по дизайну станков 18-19 столетия, но с использованием современных технологий. Возможно вы спросите, почему я назвал скользящим упором, а не суппортом например, но в конце ролика вы поймете для какого станка он был предусмотрен. Упор создавался в собственной мастерской своими руками, и это вызывает еще большее удивление, ведь этот элемент просто поражает своей аккуратностью, точностью и изяществом. Упор выполнен в традициях своих великих викторианских предшественников, он включает в себя и некоторые современные особенности. Во-первых, для повышения плавности хода и минимализации люфта, ведущий винт установлен в шариковые направляющие, однако они скрыты в корпусах торцевых головок. Еще одним усовершенствованием является то, что ведущие винты имеют профиль акме, а не квадратную резьбу, что увеличивает срок службы гайки ведущего винта. Ложа шлифуется и притирается, а сопрягаемая латунная поверхность матируется для удержания масла, что позволяет сохранить традиционную высокую отделку. Каждый затвор отшлифован и обработан вручную, черные линии и цифры контрастируют с матовой и лакированной латунью, а полированная вороненая сталь дополнена ручками с накаткой. Как вы уже успели заметить, каждой детали уделялось самое пристальное внимание. Цифры, выполненные классическим шрифтом, выгравированы на гравировальном станке одной фрезой, а затем залиты черным воском в традиционной манере. Большая револьверная гайка обеспечивает регулировку высоты фрезы. Она быстро устанавливается и сбрасывается с помощью индикатора из вороненной стали. Стопорные винты позволяют точно переустановить ход суппорта как перпендикулярно, так и параллельно шпинделю. Ведущий винт спереди служит для перемещения верхнего суппорта внутрь и наружу, но может быть быстро освобожден путем удаления вороненного винта. После этого можно работать в криволинейном режиме, который требует свободного перемещения верхнего ползуна. Винт в задней части представляет собой упор, который можно легко заблокировать и вернуть в исходное положение. На этой фотографии сверху видна остальная часть суппорта с установленной планкой криволинейного шаблона, а также мертвые упоры, которые можно быстро отрегулировать и вернуть в исходное положение, просто ослабив расположенные над ними винты с квадратной головкой. Рычажная подача используется, когда криволинейный суппорт используется вручную. Справа виден автоматический червячный привод, который приводится в действие мотор-редуктором от верхнего блока. В дополнении к мертвым упорам, которые фиксируются на станине, имеются регулируемые автоматические упоры. Они устанавливаются путем ослабления винтов с накатанной головкой, расположенных по обе стороны от седла. Автоматические упоры повторяют друг друга в пределах нескольких тысячных долей дюйма. При нажатии на седло шток перемещается и червяк автоматически выпадает из червячного колеса, которое видно слева. Более крупная ручка над червяком – это ручная разблокировка. Монтажное основание выполнено в традиционной манере и обеспечивает быструю регулировку как вправо-влево, так и вверх и вниз путем простого ослабления D-кольца, фиксирующего суппорт на станине. Благодаря креплению ласточкин хвост не возникает опасений, что при ослаблении заслонка соскочит. Традиционным способом крепления инструмента являются двухсторонние зажимы. Оба винта регулируются, поэтому всегда можно убедиться в том, что седло правильно установлено. Латунная ручка регулировки позволяет установить криволинейный следящий элемент глубже в шаблон. Она регулируется с шагом по тонкой резьбе. Кроме того, узел подавателя выполняет функцию фиксаторов блока для инструментов и шарнира рукоятки рычага. Ручка из экзотической древесины выделяет рукоятку криволинейной формы. Циферблат, установленный на червячном колесе справа, полностью регулируется, что позволяет изменять нулевую отметку без необходимости ослабления винта и остается на месте за счет трения. На этом у меня все, но если вам понравилось и вы хотите продолжение этой тематики, то напишите в комментариях. Могу только сказать, что дальше интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok